Олимпийские игры Первые национальные спортивные федерации стали формироваться в России вскоре после отмены крепостного права с началом бурного развития промышленного производства. И хотя в то время на рубеже 19 и 20 веков спорт еще не играл заметной роли в жизни общества, в стране нашлись люди, уже тогда осознавшие его социальную значимость. Среди них был генерал Алексей Бутовский, один из соучредителей МОК, состав которого, по предложению Пьера де Кубертена, делегаты Международного атлетического конгресса в Париже утвердили 24 июня 1894 года. Историю олимпийского движения в России можно разделить на три основных периода. Первый – дореволюционный период. Второй – период Союза Советских Социалистических Республик. Третий – период современной России. Спортсмены дореволюционной России впервые приняли участие в Олимпийских играх в Лондоне в 1908 году. Четвертые – Олимпийские игры 1908. Лондон, Англия. 27 апреля, 31 октября. На игры в Лондон отправилась группа из шести российских спортсменов. Один из них – фигурист Николай Панин-Коломенкин. Стал первым в истории отечественного спорта олимпийским чемпионом, показав лучший результат в исполнении специальных фигур. Еще двое – борцы Николай Орлов и Алексей Петров завоевали серебряные медали. Серебряными призерами стали борцы классического стиля легковес Николай Орлов и тяжеловес Андрей Петров. Благодаря первому триумфу олимпийское движение в России вышло на государственный уровень. В марте 1911-го был основан российский олимпийский комитет «РОК» и сразу призвал спортивные организации страны принять активное участие в подготовке к играм Пятой Олимпиады в Стокгольме. Председателем «РОК» стал один из наиболее авторитетных деятелей в российском спортивном движении – Вячеслав Срезневский, основатель и бессменный руководитель Санкт-Петербургского общества любителей бега на коньках. Участие России в играх 1912-го года взял под свое покровительство император Николай II. Но российская делегация, хотя и была одной из самых представительных в Стокгольме – 170 спортсменов и 50 официальных лиц – вернулась домой лишь с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Причины столь слабого выступления были тщательно проанализированы. И в итоге «РОК» признал, что к играм надо готовиться более основательно, шире развивать спорт в целом и олимпийские виды в частности. После октябрьских событий 1917 года Россия, а потом и СССР по политическим мотивам оказались вне олимпийского движения. Лишь в 1951 году было принято решение принять участие в следующей Олимпиаде в Хельсинки. Для этого был учрежден Советский Олимпийский комитет. В 1951-м был создан Олимпийский комитет СССР, получивший признание МОК – Международного Олимпийского комитета. С 1952-го советские спортсмены участвовали во всех Олимпийских играх, за исключением Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, 1984-й год, и почти всегда побеждали. Самой первой советской чемпионкой стала в 1952-м году на Олимпийских играх в Хельсинки Ромашкова в «Метании диско». Первая золотая медаль у сборной по хоккею СССР в 1956 году на 7-й зимней Олимпиаде в «Картина Дампеццо» Италия. Первая золотая медаль у сборной футбольной команды СССР вратарь Лев Яшин в 1956 году на 16-й Олимпиаде в Мельбурне, Австралия. Среди самых сильных спортсменов того соревнования следует обязательно упомянуть метательницу диско Нину Пономареву, гимнастку Марию Гороховскую и гимнаста Виктора Чукарина. Об этом человеке следует рассказать немного подробнее. Виктор Чукарин участвовал в 15-х и 16-х Олимпийских играх, 7 раз завоевав золотые медали, 3 раза серебряные и 1 раз бронзовую. И это несмотря на то, что на момент Олимпиады в Хельсинки спортсмену было уже за 30, и он прошел через 17 концентрационных лагерей, пережив Бухенвальд, физические и эмоциональные издевательства. На Олимпиаде 1952 года Чукарин показал самые лучшие результаты в многоборье, опорном прыжке, кольцах и коне. Мельбурнская и Зимняя Олимпиады. Данное соревнование, проходящее в 1956 году в Австралии, также принесло СССР невероятную популярность. Советский Союз занял первое место по числу завоеванных призовых наград. Среди выдающихся спортсменов того состязания следует упомянуть десятикратную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину, гимнастика, и мирового рекордсмена Владимира Куца, легкая атлетика. Первые зимние Олимпийские игры, прошедшие в том же году, также не прошли бесследно для международного авторитета СССР. Советские спортсмены завоевали 16 призовых мест. Особенно отличились Гришин Евгений, Гонькобежец, Баранова Любовь, Лыжница, Бобров Всеволод, Хоккей, Сборная. Одна из наиболее ярких страниц в истории отечественного спорта – Московская Олимпиада 1980 года. Вся страна шесть лет готовилась к грандиозному спортивному празднеству. И даже несмотря на бойкот, объявленный США и рядом других государств, игры 22-й Олимпиады стали заметной вехой в развитии международного олимпийского движения. Участники Олимпиады 1980 до сих пор вспоминают четкую организацию соревнований и безграничное радушие москвичей. Талисманом 22-х Олимпийских игр стал медвежонок Миша. Среди самых ярких выступлений особенно отличился гимнаст Дитятин Александр – восемь медалей и пловец-рекордсмен Сальников Владимир – три золота. Во второй половине 80-х годов в советском обществе начался процесс, получивший название «перестройка». Он затронул все сферы жизни, включая спорт. И уже 1 декабря 1989 года был образован Всероссийский Олимпийский комитет. 13 августа 1992 года переименован в Олимпийский комитет России. Вскоре национальные олимпийские комитеты появились и в других советских республиках. Именно они уже после распада СССР делегировали спортсменов в состав так называемой «объединенной команды», которая, несмотря на известные организационные и финансовые трудности, успешно выступила на 16-х зимних Олимпийских играх в Альбервилле, заняв второе место по общему числу завоеванных медалей. Начиная с 1994 года российские спортсмены выступали под флагом Российской Федерации, что никоим образом не отразилось на их победах. В январе этого года прошли зимние Олимпийские игры, которые принесли 11 призовых мест. Особенно выделились спортсмены – Егорова Любовь – лыжница и фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гринько – фигурное парное катание Оксана Грещук и Евгений Платов – танцы на льду и Алексей Урманов – одиночное фигурное катание Итак, в заключение хочется сказать, что Олимпийские игры в России имеют огромное значение. Главный турнир, проходивший в Сочи, с нетерпением ждали не только профессиональные спортсмены, но и простые люди по всей стране. Для миллионов россиян Олимпиада – это настоящий праздник. На котором сбываются мечты. Из истории и современного положения вещей видно, что российское олимпийское движение занимает важное место в спортивной жизни не только государства, но и отдельных граждан. Уже более ста лет Россия принимает участие в Олимпийских играх, а ее победы становятся просто легендарными и исторически.